Здравствуйте друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим интересный датчик, который выполняет измерения сразу трех параметров. Температура и влажность окружающего воздуха, а также уровни освещенности в люксах. Датчик оснащен энергоэффективным интерфейсом Zigbee, существует и Bluetooth-версия. Кроме этого, производитель снабдил гаджет контрастным и легко читаемым экраном, выполненным по технологии электронных чернил. Давайте обо всем подробнее. Модель Moes ZSS ZKTHL. Экосистема Tuya Smart. Интерфейс Zigbee, существует и Bluetooth-версия. Экран на электронных чернилах 45 на 45 мм. Диапазон измерения температуры от 0 до 50 градусов Цельсия. Точность измерения температуры плюс-минус 0,3 градуса. Диапазон измерения влажности от 0 до 99%. Точность измерения влажности плюс-минус 3%. Диапазон измерения освещенности. Индикация на экране до 999 люкс, а передача показаний до 83 тысяч люкс. Точность измерения освещенности 0,01 люкса. Тип батарейки CR2032. Размер устройства 66 на 66 на 11 мм, вес 45 грамм. Поставляется устройство в небольшой картонной коробке. В отличие от большинства устройств для экосистемы Tuya Smart, на которых нет прямого указания на производителя, тут оно есть, это Moes, известный и проверенный многими энтузиастами умного дома. Сзади указаны параметры, которые я уже озвучил, а также отметка о типе интерфейса, в моем случае это Zigbee, но есть и Bluetooth версия. При покупке нужно внимательно выбирать. Внутри нее нашелся датчик, подробнее про него мы сейчас будем говорить, буклет с инструкцией на английском и немецком языке и крепеж. Пару слов о нем. Датчик может устанавливаться как на горизонтальную поверхность, для этого у него есть откидная ножка, так и на вертикальную, причем двумя способами. На двусторонний скотч, либо при помощи магнита, который клеится на заднюю сторону датчика. Экран устройства выполнен по технологии электронных чернил, это значит, что он потребляет энергию только в момент смены картинки. Поэтому, несмотря на то, что в транспортировочном положении батарейка отключена, изображение на экране есть. Сзади внизу имеется откидная ножка, она же служит крышкой под которой находится батарейный отсек. Ножка может фиксироваться в нескольких положениях. Для включения датчика нужно снять круглую крышку, под которой находится литиевая трехвольтовая батарейка CR2032 и вытащить из под нее предохранительную пломбу. После этого датчик начнет отображать измеряемые параметры. Производитель решил, что самым крупным шрифтом надо показать яркость, а более важная на мой взгляд температура и влажность внизу и помельче. При этом, для освещенности доступны лишь показания до 999 люкс, хотя сам датчик имеет на порядке больший диапазон измерения. В верхней части находится окошко сенсора, который замеряет освещенность, в этом месте корпус прозрачен. Соответственно окошко должно быть расположено непосредственно в сторону источника света. На боковой части, тут кстати ножка откинута в максимально крайнее положение, находится оранжевая кнопка. Короткое нажатие на нее переключает градусы Цельсия в Фаренгейты и назад, а длительное переводит датчик в режим сопряжения. Тут ножка зафиксирована в другом крайнем положении, максимально близко к корпусу. И с той же стороны, где находится кнопка, ниже, находится отверстие воздухозаборника для измерения его параметров. В отличие от подобного датчика температуры и влажности с ЖК-экраном, экран на электронных чернилах намного четче, контрастнее и не слепнет если смотреть под углом. Показания находятся в пределах заявленной погрешности относительно других устройств. А это сравнение с датчиком температуры и влажности заимк экраном из экосистемы Xiaomi. Эти устройства очень похожи внешне, но героя обзора легко отличить по показаниям освещенности. Скорость измерения показаний освещенности в режиме реального времени. Сначала посмотрим на возможности датчика в родной экосистеме Tuya Smart. Для этого нужен любой совместимый шлюз, я использую Ethernet версию от того же производителя. Включаем режим подключения дочерних устройств, а на датчике зажимаем кнопку, пока на его экране слева сверху, не появится изображение трех точек. Ждем пока датчик не появится в списке обнаруженных устройств. Теперь остается указать локацию для устройства и при желании поменять ему название. Датчик появится и в списке устройств шлюза, к которому он подключен, и в общем списке системы. Плагин устройства оформлен в С-образной экрану. Центральное положение занимают показания освещенности, а внизу скромно приткнулись показания температуры и влажности. В настройках можно указать оповещение о разряде батарейки и посмотреть фактически уровень ее заряда, остальные опции стандартные. По мере работы данные будут накапливаться, их история доступна в виде графиков по каждому из трех параметров в разрезе дня, месяца и года. Датчики такого рода могут участвовать только как триггеры или условия автоматизации. Как действие, это думаю всем понятно, не может. Кроме значений измеряемых параметров, еще можно использовать уровень заряда батарейки. Для каждого из этих значений можно указывать больше, меньше или равно. В случае использования в качестве триггера, автоматизация сработает в момент, когда будет достигнут установленный порог, например более 50% влажности. То есть если он уже больше, то не сработает, нужен именно момент перехода. В случае условия логика чуть другая, там должны выполняться все указанные параметры, например закрытие окна и влажность менее 40%, тогда включить увлажнитель. Перейдем к интеграции в альтернативные системы управления. Для этого нам нужна альтернатива штатному ZigBee шлюзу, например USB ZigBee Stick и система ZigBee 2MQTT. На момент тестирования актуальная версия 1.18.3.1. Эта версия по умолчанию не поддерживает рассматриваемый тип датчика. Но уже по состоянию на сейчас, запрос на добавление устройства подан, так что если у вас уже более поздняя версия, то датчик скорее всего поддерживаться будет. А что делать в случае, когда девайс уже на руках, а система выводит надпись неподдерживаемое устройство? Правильный ответ, писать внешний конвертер. Это специальная опция для ZigBee 2MQTT, которая позволяет добавлять в него и полноценно работать с устройствами, которых еще нет в официальной версии. Ссылку на конвертер вы найдете в описании под видео. Файл нужно разместить там, где находятся файлы аддона ZigBee 2MQTT. В моем случае это одноименная папка в корневом каталоге Home Assistant. Удобнее всего это сделать, используя аддон Samba Server. После этого прописать имя в файлах в конфигурации аддона в разделе внешних конвертеров. Кстати тут же в конфигурации первая строка содержит в себе путь к его папке, куда и нужно записать внешний конвертер. После этого аддон необходимо перезагрузить. Картинки датчика конечно не появилось, но теперь определился производитель и модель. Датчик я кстати не отключал, просто добавил конвертер и перезагрузил аддон. В информации теперь красуется надпись, поддерживается все в порядке. На всякий случай уточню, это конечное устройство. Данные от других участников сети, датчик через себя не передает. Вот все передаваемые датчиком параметры. Как и датчик освещенности Xiaomi, ее он передает в двух вариантах. Сырые данные сенсора и уже переведенные в люксы. Кроме этого есть значение температуры, влажности и уровня заряда и сигнала. Если значение в люксах превышает 999, то на экране отображается E1. Но сам датчик продолжает вслать корректные данные, тут 3082 люкса. Поднося датчик вплотную к светодиодной лампе, мне удалось достигнуть значения в 83000 люкс, так что экрану не помешала бы еще парочка разрядов. Скорость реагирования на изменения окружающей среды в режиме реального времени. Тут я подношу и убираю датчик от источника света. Грею и дышу на воздухозаборник для изменения параметров температуры и влажности. Хочу сказать, что меня скорость реагирования полностью устраивает. В Home Assistant передается ровно то же самое, что мы уже видели на вкладке Exposes. Все эти значения можно использовать в автоматизациях и шаблонах системы. Что касается еще одного популярного альтернативного способа управления SLS шлюза, то датчик полностью поддерживается прошивками не старше чем от 26 мая 2021 года. Процесс подключения стандартный, на устройстве зажимаем кнопку, а на шлюзе включаем Join в разделе ZigBee. Датчик корректно определяется вплоть до соответствующей картинки и добавляется в список устройств шлюза. Для него специально написан отдельный конвертер, его номер 31, что видно на вкладке Info. Поддержка полная. Отличие от ZigBee to MQTT в том, что в SLS параметр последнего отклика от датчика выведен в отдельный объект LastScene. И тут убраны сырые данные сенсора освещенности, есть преобразованное значение в люксах. Устройство как я и сказал конечное, на карте сети связи отображаются в зеленом цвете. Для роутеров, которые могут передавать через себя данные от других узлов, синие. В Home Assistant через интеграцию MQTT передается ровно то, что мы видели на вкладке состояние. Все эти параметры можно и нужно использовать для работы. Мне давно хотелось, чтоб появился наконец подобный датчик, с интерфейсом ZigBee и экраном на электронных чернилах. Так как для этого были или Bluetooth как у Xiaomi, или ZigBee но с ЖК-экраном круглой формы. Датчик смотрится стильно, экран контрастный и отлично читаемый. Единственный момент, как по мне несколько спорно выносить показания освещенности как главный элемент. Более того, всего лишь в трех сегментах, хотя сам датчик способен измерять намного большее значение. На этом все, вопросы задавайте в комментариях. Если видео было вам полезным и интересным, ставьте лайки. Чтобы не пропускать новые обзоры и уроки подписывайтесь на мой канал. Также много интересного я публикую в своем телеграм канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч.